Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Ну а перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим финансовым спонсорам и донатерам за поддержку на канале. Да, и сразу призову каждого из вас смотрящего. По статистике 50% смотрят наши выпуски новостей, стримы и ролики без подписки. Так что прямо сейчас подпишись на канал, нажми колокольчик и прожми лайк. Мне будет очень приятно. Ну а перед началом ролика хотелось бы всем любителям игры Path of Titans представить вниманию новый русскоязычный сервер, ориентированный на реализм и ролевую игру. Проект имеет простое и понятное для всех СНГ игроков название «Наш», дабы объединить ру-комьюнити в единый коллектив с общими интересами. Основными особенностями сервера являются хорошо проработанные правила и максимально подробные профили, призванные обеспечить комфортный геймплей. Повышенная награда за квесты, благодаря которой вы сможете переключиться на ролевую игру уже с первых минут. Фиксированный, а главное сбалансированный пассивный рост для каждого динозавра, учитывающий сильные стороны и потенциальные возможности. Обучающие ивенты, благодаря которым можно набраться опыта и просто повеселиться. Клановая система, призванная поддерживать соревновательный элемент между участниками. Отзывчивое руководство, чья деятельность регулируется строгими правилами управления. Удобный дискорд, позволяющий изучить проект максимально подробно. Сервер, ребят, стоит в начале своего развития и нуждается в поддержке заинтересованных игроков. Поэтому они рады всем новым участникам. Переходите по ссылке в их дискорд в описании, регистрируйтесь и скорее врывайтесь в мир динозавров. Сервер наш. Path of Titans. Ну что же, а теперь начнем. Запасись горячим чаем, печенюшками, конфетами и все, что у тебя есть. Короче, в этом выпуске новостей будет куча интересного. Возможно, кто-то уже что-то видел, но, подозреваю, многие не знают. Начнем с самого, на мой взгляд, интересного. Стримы Амарока. Одного из ведущих разработчиков игры. Как можно понять, из его стримов на Twitch идет достаточно хорошая подготовка к будущему обновлению 7. Если быть точнее, на стримах нам показали тесты погодных условий. Конечно, по факту где-то нужна будет доработка, а по факту уже 90% готова. Давайте посмотрим. Грозы и шторма, ливни, проливные дожди. Продолжение следует. Душа, ливни, проливные дожди. Тихо. Душа, ливни. Душа, ливни. далее переходим к системе миграции и внедрение в игру будущего искусственного интеллекта боты в виде динозавров обработка их баланса возможно что-то покажется вам немного недоработанным но это тесты кстати на тестах были показаны те самые передвижения семейств кабанов да помните что говорили в прошлом дэвлоге и больше скажу что очень наглядно выглядело то что как семейство искусственного интеллекта тенантозавров защищалась также как и кабаны один из адолтов отвлекает и атакует другие уводят свое потомство давайте чуть взглянем а Субтитры создавал DimaTorzok Также, Амарок показал наиболее проработанный искусственный интеллект птеродактилей и компсогнатусов. Компсогнатусы и птеродактиле будут вас атаковать. Отбирать мертвое тело вашей жертвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие по фактам задают мне один и тот же вопрос. Кто из динозавров будет в игре? Точный ростер. Вот вам обновленный список динозавров будущей в Риме. Поставь на паузу. Либо все ты можешь также найти в нашем Дискорде. Ссылки в описании. Кстати, сразу отмечу, что многое может измениться в будущем. Также. Донди дал три интересных скрина. Хм. Не рановато ли это он делает? Или это очередная затравка? Каннибалы, люди. Короче, пиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Также на стриме Амарокко мы могли заметить, кто точно у команды разрабов уже есть как играбельный. Возможно, как и нефункциональный полностью. Но вот, пожалуйста. Также это сразу раскрывает все карты. Какие динозавры будут следующими точно при выпуске? Чтобы вы потом мне не задавали одни и те же вопросы на стримах. Дилофозавр, Герарозавр, Диаблоцератопс. Ну, конечно же, мы знаем и о Терексис-Трицератопсом. Видимо, функционал еще не тот. Но по фактам их должно быть пять. При выходе седьмого обновления. Часто говорят уж. Куча вопросов от вас посыпалась при выходе обновления 6.5. Гребаная проблема DX12. Вот что мне ответил Гипно. Ошибка DX12 исправляется обновлением Windows. Так как это то, что обновляет DirectX 12. Да, знаю. Многое даже из этого не помогает. Короче, будем искать выходы из ситуации. Либо чекай гайды на нашем канале. Плейлист гайды. Давайте посмотрим на будущую модель монолофозавра. Хищника и в рима. Скажу, что моделька даже уже выглядит впечатлительно. Готовящаяся модель Трицератопсов The Isle of Rima. Кейсон Китон умеет удивлять. И, собственно, даже на этом скрине троек выглядит великолепно. Кстати, для тех, кто не заметил, это скин. Пока что по стандарту. Вообще, также Брайан Филлипс в полной мере приступил к переделке моделей анимации Трицератопса. Не пропускайте стримы. Кто-то меня спрашивал по поводу карты Исл Спира. Будет ли она удалена и будет ли она включена потом? Ответ от Панч Пакета. Пока что да. До полного выхода игры. Как они планируют, но все может поменяться. Исл Спира полностью будет удалена, ее не будет в игре, но... Он также напомнил, что в будущем будет до трех-четырех карт, и Исл Спира будет включена в мастерскую Steam, где по желанию игроки смогут ее включить в модах. Как и предполагали мы. Что Гэт Уэй на ставках у разрабов пока что выше. А теперь о Рексе, Трайке и Стигозавре. Да-да, Стигозавре. Мы уже знаем, что Трайк и Тирекс выйдут с обновлением 7, но они не будут включены на официальных серверах. Но еще с обновлением 7 Стигозавры также разработчики отключат на официальных серверах. Вопрос почему? Ответ был такой. Стигозавр дисбалансный. Ну а на этом у меня пока что все. Если тебе понравился ролик, обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал. И... Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok